Всем привет! Это Миша и время американских новостей. Понятное дело, что главной новостью США на минувшей неделе стали выборы, вернее, ну, подсчет голосов, подведение каких-то итогов. Но на самом деле подвести итоги, вот, полноценно можно только сейчас, поскольку, ну, до вчерашнего вечера, то есть больше недели с момента выборов, скажем так, ну, понятно было, к чему идет, но не было абсолютной уверенности, о чем же выборы кончились. Значит, я обещал вам большое видео про выборы. На самом деле я не думаю, что оно будет интересно многим людям, но тем, кому интересны какие-то именно внутренне политические американские, скажем так, дела, да, для них оно будет неинтересно. Я уже теперь думаю, что я его запишу ближе к выходным, вот, но записать его раньше просто не мог, потому что реально не было понятно, а кто же, собственно, выиграл выборы в Нижнюю палату парламента. А это принципиальный вопрос. А выиграли ее республиканцы? На данный момент еще тоже не до конца ясно, прям совсем-совсем впритык, или хотя бы пару голосов у них будет, ну, наверное, будет вот что-то в районе 220 мест, вместо 218, которые нужны для, как бы, большинства. Но с трудом-с трудом. И, в принципе, понятно обсуждалось, что, в общем-то, республиканцы выступили хуже, чем ожидалось. То есть, на самом деле, по-крупному, ну, да, понятно было, что им бы хотелось взять Сенат, и на то были все шансы, но при этом, скажем так, то, что они его не берут, это было возможно, и вот это случилось. С Нижней палатой то же самое. Ну, теоретически они вообще могли ее не выиграть. Были и такие, как бы, прогнозы. Но они выиграли. Да, не с тем отрывом, каким хотелось бы, но, тем не менее, я бы не сказал, что это очень какая-то принципиальная разница. Перейдем теперь к следующим выборам, потому что в Америке одни выборы еще вот только-только кончились. Начинаются следующие. Через два года будут выбирать президента, и Дональд Трамп во вторник выступил с заявлением о том, что он начинает предвыборную кампанию. На стороне Трампа, безусловно, деньги, которые он накопил, он очень активно собирал деньги, именно вот предвыборные, да, там у него больше, по-моему, 100 миллионов накоплено. С другой стороны, на стороне Трампа, ну, некоторое число американцев, которые реально вот его фанаты. Вот, на этом, в общем-то, все. Больше на стороне Трампа нет ничего. Республиканская партия, скажем так, очень в восторге от его, скажем так, влияния, потому что во многом оно привело к тому, что результат выборов хуже, чем ожидалось. И опять вот, про это все буду подробно в отдельном видео рассказывать про выборы. Но при этом, значит, у Трампа ситуация не очень, но, по всей видимости, он будет пытаться, опять же, да, если он, да, будет пытаться, как бы, попасть в кандидаты через праймарис республиканской партии, да, если он там, ну, выиграет, выиграет, если проиграет праймарис, то если он, как бы, поступит по-джентльменски, там, поддержит победителя, да, там, будет одна история. Если же Трамп начнет в случае поражения, как это, сбрасывать фигуры с доски, да, ну, просто в истерике. Это будет очень нехорошо, да. Вот. Вот. Так или иначе, он объявил об участии в выборах. Ну, посмотрим. В двух университетах в США на этой неделе произошли массовые убийства. И первое, это, значит, в Вирджинии, в университете Вирджинии. Там, значит, студент, который, ну, он был в футбольной команде университета, как бы формально, но, по-моему, ни одной игры не сыграл. И был он там, типа, полгода. Вот. В общем, он, вроде как, возвращаясь с экскурсии вместе с другими студентами, застрелил трех из них, а все они члены футбольной команды университета. Вот. Застрелил из пистолета, 12 часов его ловили, поймали. Он идет в отказ, как бы, ну, со следствием не сотрудничает, не поясняет причины своего поступка и так далее. По нему были какие-то такие звоночки, что там с ним что-то не то, да. Но, опять же, никакой конкретики сейчас не сообщают. При этом, ну, естественно, Джо Байден, да, потому что кто о чем, о вшиве и обане, да, Джо Байден уже высказался, что надо запретить то, что он называет штурмовыми винтовками. Не совсем понятно, при чем здесь это. Потому что, ну, стрелявший, стрелял из пистолета, да. Ну, ладно, Байден даже уже как бы не смешно, вот. Ну, вот такая история. А, значит, в городе Москва, Москва, да, в штате Айдаха произошло другое массовое убийство, тоже в университете. Это было не на территории кампуса, но, как бы, в доме, в котором жили студенты. Там вообще история совсем мутная, потому что, значит, был дом, в котором снимало жилье. Ну, вот, жили, да, его снимали студенты университета. И там было шесть человек. Четырех из них убили, причем зарезали. Как бы не сообщается, что это был нож там или какой-то другой острый предмет, но зарезали. То есть, там никаких пистолетов, огнестрельного оружия, ничего не было. Да, значит, двое других вроде как находились в этот момент дома. При этом, опять же, да, американская, как бы, полиция, они очень, очень неохотно распространяют детали. А вот такого издания, типа, я не знаю, сейчас, как вот телеграм-каналы какие-то в России, я не знаю. Я отстал от жизни, там, я сейчас скажу, типа, Мэш или База или еще что-нибудь, честно, не знаю, да. Но в которые вышли какие-то сливы, вот такого особо как бы нету, да. Поэтому что-то случается, и вот есть только официальная информация, и поэтому не совсем все понятно. Так или иначе, там преступник еще не найден. Ну, вот такая история, да. Так что, как вы видите, для массового убийства не нужно огнестрельное оружие. Если человек хочет убить, он найдет способ. Продолжая тему университетов, значит, как вы помните, ну, несколько месяцев назад Байден с помпой сообщил, что он издает указ, согласно которому отменяются все, ну, или не все, но значительная часть студенческих долгов за высшее образование. То есть люди берут кредит, поступают в университет, находят хорошую работу и выплачивают своей зарплатой какую-то небольшую, в общем-то, сумму в течение длительного времени, но под низкий процент. Там средняя задолженность по вот этим кредитам, она составляет, что, примерно, 30 тысяч долларов. Ну, то есть, грубо говоря, стоимость какой-нибудь Toyota Camry, да. То есть, это не неподъемные деньги, да, за возможность отучиться, получить хорошее образование и так далее. Но, поскольку вот эта история, что, о, высшее образование, это такое путевка в жизнь, социальный лифт и так далее, люди идут получать высшее образование, лишь бы какое. Естественно, с таким образованием у них, скажем так, возникают некоторые проблемы с зарабатыванием денег. И вот появляется группа людей, которые, скажем так, на которой паразитируют вот все эти многочисленные профессора из университетов, которые преподают всякую, ну, как бы, бессмысленную, бесполезную хрень в жизни, ненужную. Вот. И, соответственно, эти люди должны. Идея Байдена была в том, чтобы, как бы, простить долги, чтобы эти люди смогли выдохнуть. А профессоры продолжали бы получать за свой никчемный труд, значит, деньги. Но не сложилось. Федеральные судья, это еще не Верховный суд, но это, как бы, как-то, ну, районный, но не в смысле, вот, район, как, знаете, район города, да, там, район, большой район, да, как бы, типа, как вот, по слову, округ в Америке имеет другой смысл. Ну, типа, как окружной суд, вот, если бы в России был, вот, суд Центрального федерального округа, вот такого типа суд сказал, что, мол, этот указ не конституционен. То есть, у Байдена не было никакого права выпускать такой указ, его действие остановлено. При этом судья в своем решении отметил, что это одно из самых, как бы, больших злоупотреблений, значит, как бы, вот, властью в американской истории. Вот, так что, ну, вот, у нас президентский указ вполне может заблокировать суд. Дальше, значит, касательно тоже денег, но в данном случае немножко других, значит, банкротство криптобиржи FTX. Это очень обсуждаемая тема сейчас в Америке, значит, вкратце, я не буду там очень глубоко вдаваться в подробности, как это все работает, но в целом идея такая, значит. Жил был такой человек по имени Сэм Бэнкман Фрид, вот, ему 30 лет, и он, как бы, основал криптобиржу, да, то есть биржу по обмену, значит, криптовалют. А также, ну, то есть на таких биржах, как бы, хранятся средства клиентов, потому что хранить криптовалюту на холодных кошельках, да, локально, для многих это слишком, как бы, сложно. И вот люди покупают криптовалюту, хранят ее на бирже, но это не очень, как бы, скажем так, защищенный способ, да, то есть вот тут как раз ваша валюта может убежать куда-нибудь, в случае, если что-то пойдет не так. И это, похоже, происходило в данном случае. Помимо FTX, значит, у этого джентльмена было еще несколько компаний, в частности, у него была компания Alameda Research, и эта компания занималась, как бы, трейдингом, основанным на, ну, каких-то математических вычислениях, то есть именно, скажем так, не когда сидит какой-то трейдер там, да, и прикидывается, что у него нет какого-то, значит, инсайда и, значит, покупает там акции, исходя из того, что он там посчитал, да. А это именно, ну, то есть система, которая, как бы, автоматически смотрит, покупает и так далее. В общем, короче, эта компания, возглавляемая, вот тут на фотографии вы видите, вот один джентльмен, собственно, господин Бэнкман Фрид, а вторая дама это Кэролин Эллисон, говорят, что она его бывшая девушка, вот, а она возглавляла вот эту компанию Alameda Research. И вот эта компания, по всей видимости, не очень успешно работала. Господин Бэнкман Фрид вроде как за счет денег, которые вот лежали на счетах на его бирже, да, он, как бы, ну, типа давал в долг, да, пытался закрыть какие-то дыры в, как бы, счетах Alameda. Там дальше появилась информация, что вот с этой Alameda что-то не то, в общем, все одно за другим, все посыпалось. В итоге состояние господина Фрида сократилось с 22, по-моему, или 26 миллиардов долларов до меньше одного, как минимум, да, если вообще не до нуля. Вот, уже против него и, значит, против, кстати, очень многих звезд, которые рекламировали его биржу, да, там, включая, там, известного американского спортсмена, значит, американский футбол Тома Брейди, там, да, команды баскетбольные Golden State Warriors, Шакила Унила, теннисистки-налмиосики. Вот против них всех попадается коллективный иск, что вот они вводили людей в заблуждение. Ну, опять же, это гражданский иск, да, то есть, по этому делу они в тюрьму, естественно, не пойдут, там, Шакила Унила, никто не будет сажать в тюрьму за то, что он рекламировал что-то, что, возможно, было мошенничеством, да, но финансово он может как-то, наверное, пострадать. Вот, так или иначе, значит, часть денег пропала, часть денег вообще непонятно где, в общем, будут разбираться. Интересно, что реально будет, ну, в первую очередь, с господином Бенкманом Фридом, потому что он вообще тратил деньги, скажем так, очень интересно. Дело в том, что этот молодой человек был одним из главных спонсоров демократов, ну, вот, в последние несколько лет. Так, например, на предвыборную кампанию Байдена он потратил, по-моему, 5-4 миллионов долларов, больше него на Байдена потратил только Блумберг. А, значит, вообще в целом на демократов он потратил что-то чуть ли не почти 40 миллионов долларов, и здесь его обогнал другой, скажем так, печально известный миллиардер Джордж Сорос. Вот, поэтому, в общем, вот эти вот веселые все люди, да, которые получали от него деньги, просто так, просто так. Он, конечно, он рассказывал, он вообще такой, знаете, позитивный парень был, веган, значит, говорил о том, что, значит, надо жертвовать деньги на благотворительность, что он отдаст свое состояние на благотворительность. Ну, теперь уже не отдаст, видимо. Вот, значит, в общем, он говорил, ну, я просто поддерживаю политиков, ничего не требую взамен. Ну, правда, его кампания выступала с какими-то там предложениями о том, как изменить законы. И здесь я не очень, может быть, в этом хорошо разбираюсь, но, как я понимаю, те предложения, которые они, скажем так, озвучивали, они были направлены как раз на то, чтобы, скажем так, закрепить, вот, скажем так, позиции биржи FTX и при этом нанести очень большой удар по вообще идее криптовалют, вот, по децентрализованным платежам и так далее. То есть, грубо говоря, такая, как это, попытка оставить вывеску криптовалют, но при этом сделать их абсолютно подконтрольными государству. Ну, и в данном случае, как подконтрольными через что? Правильно, через крупных игроков, одним из которых была биржа FTX. Вот, на этом на сегодня все. Значит, еще раз, про выборы большое, скучное, но при этом информативное видео будет на выходных. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, пока!